Как я и обещал в прошлом выпуске Сегодня в юбилейном 50 выпуске антитопор Мы поговорим об армянах Курс будет краткий, язык ненаучный Ибо я отдаю себе отчет, что нас смотрят люди разного возраста и социального сословия Скажем, сегодняшний курс станет отправной точкой того Чтобы вы понимали, почему армяне не могут быть этническими кавказцами Так же, как и этническими американцами, африканцами и так далее Главное, запомните прилагательное этнические Ибо это важно Этнос и регион вещи разные Как и этнос и раса Раса, я бы сказал, даже ближе к региону, чем этнос Определение расы и этноса я давать не буду Ибо об этом много статей Можете сами поинтересоваться Но обо всем остальном поговорим Кстати, вот передо мной интересненький довольно-таки журнальчик Называется «Наука в фокусе» Журнал за 11 ноября 2012 год И здесь довольно-таки такая занимательная статейка На странице 64 Статейка называется «Те, кто говорил на языке наших предков» Если вы можете найти где-то в библиотеке Довольно-таки занимательная статейка Я вам советую найти Журнал «Наука в фокусе», страница 64 Статья про родину индоевропейцев Итак, для чего нужно было нам делать Именно в юбилейном выпуске этот сюжет Дело в том, что на просторах соцсетей Мы часто сталкиваемся со спорами Где оппоненты, не имеющие соответствующего образования Доказывают с пеной урта Кто такие армяне? Кавказцы ли армяне? Кавказ ли Армения? Откуда взялись армяне, называющие себя арийцами? Кто такие арии и прочее? На языках индоевропейской семьи Общается примерно половина человечества Но об индоевропейцах, которые дали нам эти языки До сих пор почти неизвестно Когда они жили, где, какой культурой обладали Все, что нам известно, это самая малость А ведь они, эти индоевропейцы И есть наши предки Предки армян Население Земли на сегодняшний момент 7 миллиардов человек Но бывали времена, когда исчисление составляло до миллиона А то и меньше Этнос породил племя Племя – нацию Нация – народ Тысячи небольших племен Некогда населяли землю Которые дали миру огромные нации и народы Лингвистика четко распределяет Из какой одной семьи племени Распространились современные народы К примеру, финны, эстонцы, удмурты, марийцы, карелы Эти народы причислены к уральской семье Подсказка на то, что их предки зародились у отрогов уральских гор Современные ученые считают, что это Южный Урал Соответственно, когда мы говорим о болтайской семье Подразумевается, что предки современных тюрок, монголов, тунгусов Входящих в эту алтайскую семью Зародились на Алтае И далее распространились по материку Тоже с кавказской семьей С прямым намеком на то, что народы кавказской семьи Зародились у отрогов кавказского хребта Большого кавказского хребта Это войнахи, адыги, десятки народов Дагестана Позже к автохтонам кавказа, кавказской семье Подселились соседи Это тюрки, предки которых исходят из Алтая И осетины, индоевропейский народ Потомки индоевропейского аландского племени Пришедший на Кавказ с юга Кстати говоря, генетическая память порой Сказывается и в языке К примеру, на современном языке войнахов Ингушей и чеченцев Осетин будет хири Что значит чужак Да сам этмоним осетин далеко не осетинский И даже не индоевропейский Осетинами народ прозвали Другие автохтонные соседи Кавказцы, картвелы И в переводе с грузинского Осети, территория народа Ос Сравните с областями Грузии Кахети, Кахети Эмерети, Эмерети Сванети, Сванети И так далее И несмотря на то, что осетины За многовековую историю Не будучи этническим народом Кавказской семьи Находятся в самом сердце Кавказа Они вобрали в себя Массу кавказской культуры и традиций Этот индоевропейский народ По сей день называет себя Самоназванием Ирон В память о предках Ариях Так кто такие арии и индоевропейцы? Как было сказано выше Большинство народов Классифицируются по семьям Названного точкой географического исхода Кроме семитохамидской семьи Куда причислены арабы, евреи, осирийцы, копты И так далее Именуемые библейскими персонажами Сима и Хама Сыновьями Ноя Путаница лишь в индоевропейской семье народов Возникает вопрос Почему она индоевропейская? Почему, скажем, не индийская или не европейская? Ведь от Индии до Европы почти 5000 километров Не мог же предок современных индоевропейских народов Жить на таком огромном пространстве? Конечно же, не мог Причины две Одна географического характера Другая политического Географический подразумевает Современную разбросанность народов От Индии до Европы Политическая же составляющая возникла Относительно недавно Прародителем индоевропейских народов Являются арии До начала 20 века В научных кругах Эту семью народов Так и называли Арийская семья Или Индоарийская семья С началом прихода к власти Национал-социалистов В Германию Понятия арийские народы Стали искажаться в политических целях У большинства человечества Понятие Арий Ариец Стало тождественным Не с этногенезом Лингвистикой Или наукой в целом А именно С Гитлером Нацизмом И расизмом Было рекомендовано Переименовать Эту большую Арийскую семью В индоевропейскую Хотя Началась Вся эта эпопея О сверхчеловеке Арии Даже не Гитлером А с немецкого Востоковеда 19 века Фридриха Макса Мюллера Его идея была Позже Подхвачена Немецким Философом Его же земляком Фридрихом Ницше Ну а реализовал На практике Уже Сам Гитлер Отсюда И пренебрежение К одному Только Этнониму Арий А ведь Потомков Этого племени Сотни народов Среди которых Славяне Немцы Англичане Итальянцы Греки Албанцы Армяне Персы Народности Северной Индии Пакистана Кстати После Второй Мировой Войны Когда Мужами Науки Было Предложено Переименовать Арийскую Семью В Индоевропейскую Решительно Против Этой Идеи Был Иранский Шах Мухаммед Риза Пехлеви Дело В том Что Когда Пехлевиды Персы Скинули Тюркскую Династию С престола Персии Тюрки Несколько Столетий Занимали Престол Риза Пехлеви Отец Мухаммеда Пехлеви Не только Своим Приходом На трон Восстановил Исконную Персидскую Арийскую Династию В Персии Но и Переименовал Персию В Иран Что В переводе Иран Арии Страна Ариев Сравните С самоназванием Осетин Ирон О котором Мы говорили Выше Между Учеными Востока И Запада Экс Союзниками Гитлера И его Противниками Возник Спор В конце Концов Компромисс Был Найден Арийскую Семью Народов Стали Называть Индоевропейской А самих Персов И Ираноязычных Народов От Ирана До Индии Индоарийской Иранской Группой Индоевропейской Семьей С тех Пор В одной Семье Пошло Такое Вот Разделение Но Откуда Взялась Сама Семья Где Их Корни О том Где Находилась Прародина Индоевропейцев Ученые До сих пор Спорят Версии Масса Но Самые Популярные Из них Это Низовья Дуная Северная Причерноморья Балканы Армянская Нагорье Которую Еще Называют Восточно Анатолийским И Иранская Плата Близ Озера Урмия Есть Даже Некая Курганная Теория В которой Предлагается Что Протоиндоевропейцы Выходцы Из Турана Лично Я Колеблюсь Между Двумя Теориями Происхождения Это Либо Армянская Нагорье Либо Иранская Урмийская Теория И Не потому Что К этому Склоняются Большинство Индоевропейстов Такие Как Иванов Гамкрелидзе Фурника Виталий Унбегаун И так Далее Во-первых На территории Армянского Нагорья И Современного Ирана В отличие От других Стран Претендующих На Прародину Индоевропейцев Сохранилось Больше всего Артефактов В виде Посуды И Орудий Ариев А также Ряд Некоторых Капищ С божествами Индоевропейцы Были Политеистами И Также Сохранились Свастики В виде Знаков Солнца Сопровождающих Атрибутику Одежды Фигурок Божеств Найденных На Армянском Нагоре Иране Во-вторых Мне Выпала В жизни Большая Удача Поработать Пару Недель В компании Норвежского Ученого И этнолога Тура Хейердала Теория Хейердала О миграции Викингов Которые По его Предложению Проходила От берегов Озера Урмия Между Армянским Нагорем И Предгорем Загроса И дальше На север Через Кавказ Дон Запад Современной России До Скандинавии А викинги Как мы знаем Тоже были Носителями Индоевропейского Языка Впрочем Помнится Своё мнение По Армяно-Нагорскому И одновременно Урмийскому Я предложил В реферате Господину Хейердалу Он не стал Отрицать Возможность Того Что Территория Зарождения Ариев Протоиндоевропейцев Могла Быть Более Обширна И Охватывала Также И Армянское Нагорье Учитывая Что От Урмии До Самого Нагорье Рукой Подать Всего Лишь 300 400 Километров Арии Прежде чем Осесть Были Кочевниками За Это Своё Умозаключение Я Тогда Получил От рук Учёного Заслуженный Свой Зачёт В Четвёртых В Индийских Ведах Чётко Сказано Что Арии Пришли К берегам Реки Инд Оттуда Куда Уходит Солнце То есть Запада Если же Верить Предложенной Курганной Теории Туран Расположен К северу От Индии То И Веды Об этом Умалчивают И Здравый Смысл Ведь Чтобы Из Собраться До Инда Нужно Перейти Гендукуш А его Площадь Почти 155 тысяч Квадратных Километров При Длине И Ширине 500 С лишним Километров И Высотами До 7708 Метров Зачем Ариям Бродить По Холодным Горам Со Скудной Растительностью В Мерзлоте К тому же Не зря Эту Горную Гряду Называли Гендукушем И Сейчас Кстати Говоря Называют Что В переводе Означает Убийца Индусов Что Касается Остальных Теорий То Опять же Как Говорится В Научных Кругах Жиденько Слишком Длина Миграция От Днепра От Днепра Инда Что Могло Заставить Чернозем А они Были Трудягами Обширные Реки Озера И Перебираться Через горы И пустыни В неизвестные Земли Оттого Армянская Нагорье И Иранская Урмийская Версия Наиболее Правдоподобны По всем Показателям И главное Эти регионы Находятся Аккурат Между Индией И Европой Именно Армянская Нагорье Является Самым Центром Между Индии И Европой Миграция Проходила С Армянского Нагоря Как На восток Так и На запад На восток До Индии И на запад До Западной Европы Это такой Был Обширный Ареал Расселения Потомков Арийских Племен И Сейчас Как бы Названо Индоевропейским Ареалом Современные Армяне Персы Курды Греки И почившие Нам Родственные Индоевропейские Народы Фригийцы Хетты Лувийцы И так далее Являются И являлись Не только Отцами Основателями Современных Индоевропейских Народов Но и Тесно Граничили С инородными Племенами На юге Семитскими Племенами И на севере С кавказскими Племенами Если Современные Индоевропейские Народы Одного Корня Протоиндоевропейского Ария Соответственно Должны Говорить На одном Языке Так Почему же Армянский Отличается От Английского Персидский От Русского Греческий От Французского И все Они Вместе Взят И Отличаются Друг От Друга Ведь В одной Семье Мы Говорим На Одном Языке И Не Могли Представители Одного Племени Говорить На Разных Языках На Эти Вопросы Ответить Легко И Просто Миграция Индоевропейцев Происходила В Несколько Этапов А Началась Она Из Прародины Как Полагают Ученые Шесть Тысяч Лет Назад Кто Раньше Начал Мигрировать Кто Позже Оседали На Чужих Землях В Чужих Краях Соответственно И Контактировали С Чужаками К примеру Арии Ушедшие На Восток К Долинам Реки Инд И Южнее Столкнулись С чернокожими Дровидами Австралоидного Происхождения Что-то Арии Им От себя Передали Что-то Сами Переняли У них У этих Дровидов Автохтонов Индостана В языке Арии В долины Инд Стали Постепенно Возникать Слова Местного Дровидийского Происхождения А через Столетия Так и вовсе Эти Арии Стали Говорить На языке Уже Отличном От Первоначального И Внешностью Стали Немного Походить На Автохтонов Дровидов Оттого Индийцы Нынешние Так Не Похожи На Своих Далеких Братьев Англичан Белокурах Более Того У одной Индоевропейской Семьи Возникает Группа Отдельная От остальных Индоевропейцев Индийская Ведь Возник новый Язык На основе Индоевропейского Но Уже С примесью Автохтонов Индостана Тоже Происходит С другими Ариями Мигрировавшими В разные Уголки Евразии Оседлость На новых Землях Контакты С автохтонами Начинают Порождать Все больше И больше Групп Осевших У берегов Днепра Арии Объединяются Славянскую Группу Возникает Уже Другой Диалект Арийского Языка Те Что пошли Дальше На север В лето Литовскую Группу Далее На север В германскую Группу Мигрировавшие На запад Объединяются В греческую Албанскую Романскую Группы Но были И те Кто Решил Не покидать Изначальный Ареал И объединились В армянскую И иранскую Группы За 6 тысяч лет Индоевропейцы Уже не понимают Друг друга Но те Кто Состоят В группах Находятся В более Близких Родственных Связях Ибо Например Относительно Недавно Группы Стали Разбиваться По Национальностям Славянская Группа Разбилась На Русских Поляков Чехов Германская На немцев Шведов Англичан Романская На Итальянцев Испанцев Португальцев И так далее Но неужели Из прошлого Никаких слов Не донесли Родственники Конечно же Донесли Если Вслушаться То Можно Понять К примеру В ареале Обитания Ариев Не водились Жирафы Они Не сталкивались С ними Соответственно У ариев И не было Названия Этого Животного И все Мы называем Жирафов Жирафами Семитским Словом У которых Жирафы Водились Кстати Говоря Жираф Перенят Французами От Арабов Это Животные Арабы Называли Сарафа Что Значит В переводе С арабского Шутка Видимо Арабы Имели ввиду Что Создатель Пошутил Над Шеей Животного Создавая Его Тем не менее Довольно Много Глаголов Местоимений И Существительных Сохранилось Общим Во всех Индоевропейских Языках Нужно Только Прислушаться У каждого Индоевропейского Народа Образовалась Своя Транскрипция За Тысячелетия Отдельного От Братьев Сосуществования Какие Это могут Быть Слова В основном Те Которые Произносили Еще Прото Предки Арии Которые Были Знакомы Им Еще Шесть Тысяч Лет Назад Например Могли Ли Быть Знакомы Арии С Часами Конечно Нет Это Новое Изобретение Оттого И на всех Индоевропейских Языках Часы Могут По-разному Звучать А Зебрами Тоже Нет Как Впрочем И Жирафами Но Арии Сталкивались Со Многими Животными Своего Ареала И Первыми Одомашнили Их Это Известный Факт Оттого И Сохранились За Шесть Тысячелетий Общиндоевропейские Слова Например Кот Славянский Катце Немецкое Ката Санскрит Кату Армянское Гата Греческое Гато Испанское Ша Французское Обратите внимание Французский Кот Читается Ша Но Если Не Исключать Из Внимания Обстоятельства Что Латинское С Произносилось Звуком К То Тоже Получается Кат Можно Еще Десятки Аналогий Провести Животными С которыми Сталкивались Арии И по сей день Называют их Так Как и прежде Называли К примеру Корова Которую Одомашнили Арии И первыми Стали Потреблять Потреблять Коровье Молоко Изготавливать Например Сыры Армяне Называют Корову Ков Англичане Коу Немцы Кюх Персы Коу Индийцы Гоу И так далее Кроме Животных Ариям Протоиндоевропейцам Несомненно Были известны И всячески Природные Явления Сопровождавшие Их Тысячелетиями Ну Скажем Месяц Луна Месяц У романских Групп Испанцев Португальцев Мес Месе У индийцев Мас У армян Амис Амис Или Например Солнце Которое Древние Славяне Называли Ярила От Прославянского Ярева И можно Сравнить С армянским Ареф Или Древнеиндийским Ариаф Позже Превратившимся В санскрите В Суя Также Видно Что Арии Жили У водоемов Посему И озеро Одинаково Звучит Почти У всех Индоевропейских Народов Англичане Называют Лейк Испанцы Лаго Албанцы Лейкен Греки Лимни Армяне Лич Если еще Обратить внимание На то Что Мясо Все Индоевропейские Народы Тоже Практически Одинаково Называют Исключая Конечно Транскрипции Это Говорит О том Что Индоевропейцы Ели Мясо Охотились Обратите Внимание Армянское Мис Украинское Мисо Русское Мясо Английское Мит Индийское Мансо И так далее И так далее Можно Также Привести Пример С частями Тела Которые Конечно Также Сопровождали Пожизненно Индоевропейские Народы От Протоария До Наших Дней Например Глаза Славяне Их Называли И сейчас Иной раз Называют Очи Армяне Ачкеш Индийцы Акэй Испанцы Охо Срединное Че Превратилось В хэ Но если Заменить То будет Очи Или Итальянцы Окки Можно Провести Аналогию С словом Голова Созвучной С армянской Глох Глух В зависимости От диалекта Или Древнеиндийского Глахва Или Например Куда тянется Любой Младенец Вспомните Конечно же К материнскому Соску Которые Славяне Называли Титя Армяне Цет Англичане Тит Титс Испанцы Тета Тетас Итальянцы Тетта Индийцы Транскриптизировали И называют Чучи Да и мать У индоевропейцев Сохранилась Армянская Майер Персидская Мадар Индийская Матар Славянская Матерь Немецкая Мута И так далее Возьмем для очередного Примера Другой орган Сердце Славяне Называли Сердце Армяне Серт Сирд По-разному Опять-таки В зависимости от Диалекта А на санскрите Сарта Арии Арии Ушедшие От нас На север Превратили Первый Звук С В холодную Х Оттого По-немецки Вместо Сердц Произносится Хердц Тоже и у англичан Вместо Сард Произносится Харт Зато Арии Вышедшие К Средиземноморским Берегам Отправившиеся На запад Звук С Уже Превратили В К Оттого У греков Вместо Сардия Произносится Кардия Арии Жили в домах И имели Дверь Вход В хижину Оттого Эти слова Тоже Сохранились Сравните Славянское Дом Армянское Тун Английское Таун Что в переводе В последующем Стало означать Город Синонимизировавшийся С домом Или Славянская Дверь Индийское Двар Армянское Дур Немецкое Тюр Английское До Персидское Дарбан Интересно Также Сравнение Славянского Ачак Сармянским Оджах Это только Малая Толика Тех Приведенных Примеров Словах Индоевропейцев Теперь Настало Время Поговорить О Неком Важном Ритуале Который Отличал Протоиндоевропейцев От Племен Кавказской Алтайской И Уральской Семей Традиция Традиция Захоранивать Тела Умерших В землю Зародилась В среде Протоиндоевропейцев И Сохранилась Большинство Из них До наших Дней Из Всех Индоевропейских Народов Только Индийцы Утратили Этот ритуал Подобно Автохтоном Долины Реки Инд И Брахмапутры Индийцы Стали Сжигать Тела Как Это Делали Дровиды До Прихода Ариев Скажем Монголы И ряд Народов Северного Китая Оставляли Тела Умерших На Пустырях В Степях На Съедение Падальщиков Синтаисты Японцы Уносили Своих Умерших В Горы Ближе К Богине Солнца Аматерасу Еще Лучше Если Это Священная Гора Фудзиама Алтайские Народы Среди Которых Тюрки Тунгусы И Прочие А также Кавказские Народы Имели Обряд Так Называемого Воздушного Захоронения Они Привязывали Тела Покойных На Деревья Ритуал Захоронений Также Являлся Одним Из Отличительных Черт Индоевропейских Народов От Семей Других Народов Ибо Только Индоевропейцы В те времена Захоронивали Своих Умерших В землю Не Не Верьте Тем Кто Называет Армянское Нагоре Восточно Анатолийским А Армению Кавказом Это Нонсенс Это Большое Заблуждение С Присоединением Восточной Армении В Российской Империи Армению Стали Называть Кавказом Ибо Регион Был Наиболее Приближен Кавказу Этот Политический Термин В отношении Армении Вскоре Стал Прилагательным И в отношении Самих Армян Кавказцы Как вы Убедились Выше Если Есть Индоевропейские Народы В числе Которых И армяне То есть И кавказские Народы В числе Которых Армян Нет Это если Говорить Об Этногенезе Географически Армения И Арцах Вместе Зангезуром И Нафичеваном Находится На крайнем Востоке Армянского Нагорья О котором Упоминал Еще Страбон В своей Географии В первом Веке Нашей Эры Однажды Армяне Потеряли Ароним Армянское Нагорье Которые Турки Переименовали Восточно Анатолийское Оставаясь На клочке Земли Этого Самого Армянского Нагорья Нынче Мы не Должны Дать Изменить И восточную Часть Нагорья То в Кавказ То в Южный Кавказ То в Некое Там За Кавказьем Важно Понять Армянское Нагорье Сосед Кавказа Но не Не является Частью Кавказского Хребта И никто Не назвал Армянский Регион Кавказом Из живших Ранее 17 века Если Вы видите Какие-то Там Видеосюжеты Фотографии С цитатами Где там Якобы Армен Джигарханян Или еще Там Известные Люди Скажем Тот же Иван Христофорович Баграмян Говорят Об Армении Как о Кавказе Естественно Это Советские Люди Которые Впитали В себя Советскую Терминологию Термин К Армении Кавказ К армянам Кавказец Был прикреплен Петербургом А позже Москвой Закрепилось Уже В советское Время Так же Как только Кавказский Регион Отошел К России Появился Еще один Ароним Малый Кавказ А ведь Знают Только Сведущие Что И такого Аронима Никогда Не Было Малый Кавказ До 17 Века Назывался Мосхийскими Горами И Соединялся Кавказским Хребтом Позже Кавказский Хребет Был Переименован В Большой Кавказский Хребет А Мосхийские Горы В Малый Кавказ За Малым Кавказом Проходила Курароксинская Низменность И Сейчас Проходит А за Этой Низменностью Начиналась Самая Крайняя Восточная Часть Армянского Нагорья Кроме Того Любой Геолог Геохимик Знает Что Горная Гряда Это Как Единый Организм В Каждый Гряде Своя Флора И Фауна Своя Геология Армянское Нагоре Отличается Геологическим И Химическим Составом От Кавказского Хребта Армянские Горы Красного Цвета Из-за Большого Количества Залежей Туфа Тогда Как Кавказ Богат В основном Гранитом И Мрамором Теория Нацистов О том Что Арии Белокурые Не имеют Под собой Никакой Твердой Почвы Во-первых Как мы Говорили Миграция Проходила С юга На север А не Наоборот Можно Придумывать Какие Угодно Там Славяно Арийские Веды Нацистские Постулаты Это Все Мифы Не более Не стоящие Выведенного Яйца И Придумано Кучкой Националистов В наше Время Никаких Славяно-арийских Вед В природе Не существует Веды Одни И Они В Индии Во-вторых Цвет Волос И глаз Никак Не Взаимосвязаны С этногенезом В определенном Смысле Конечно же Пигментация Кожи Волос Глазных Хрусталиков Это скорее всего Биология Чем этнология И напрямую Связана С природными Явлениями В организме Человека Содержатся Меланины Темные Пигменты Имеющиеся В волосах Кожи Оболочках Глаз Меланины Защищают Организм От прямого Попадания Гелия Содержащегося В солнечных Лучах И напряжение Солнечной Радиации Увеличивающейся С высотой Над Уровнем Море Ультрафиолетовые Лучи Коротковолновые И именно Поэтому Их основным Действием На живые Организмы Являются Химические Действия Меланин Как раз И образуются Благодаря Химическим Действиям Ультрафиолетовых Лучей И чем Ближе Народ Живет К солнцу Экватору Чем выше Над уровнем Море Тем Смуглее Этот народ Тем Больше В их организме Соответственно Содержание Меланинов Защитных Механизмов От солнца Именно Поэтому Если мы Обратим Внимание На скандинавов То они Как правило Белокурые Скандинавские Народы Шведы Норвежцы Далеки От солнца И В большом Количестве Меланинов Не нуждаются Зато Жители Центральных Областей Европы Чуть Смуглее Здесь Попадаются И блондины И шатены И русы Цвет глаз Чаще Темнее Чем У тех Скандинавов Народы Причерноморья И Кавказа Еще Смуглее Среди Них Можно Встретить Не только Шатенов И рыжих Но и По большей Части Брюнетов Далее Жители Южной Европы По большей Части Брюнеты Кожа Смуглее Народов К северу От них Но Сам регион Уникален Тем Что Здесь Встречаются И Альпийские Луга И Приморье На неизменности Оттого Например Вы можете Встретить Рыжего А то и Голубоглазого Армянина В то же время Довольно И Смуглого Представителя Этой Национальности Тоже Обстоит Дело И с Греком Персом Итальянцем И прочими Еще Южнее Народы Северной Африки Берберы Бедуины Туареги Среди Среди Них Уже Почти Белокожих Голубоглазых Или Людей Со Светлыми Волосами Почти Не Встретить Жители Сахарской Пустыни Очень Смуглые Цвет Глаз Черный Цвет Волос Только Черный Южнее Сахары Проживают Народы Таких Государств Как Чат Мали Южный Судан Центрально Африканская Республика Эти народы Смуглее Сахарцев Большая Часть Из них Негроиды От Латинского Негро Черный Ну и Экваториальная Часть Африки Или Близ Экватора Проживают Народы С Избытком Меланинов Так Как Ближе Всех Расположены К Солнцу А Значит И нуждаются В избытке Меланина От Того Они Порой Черны Как Смоль Если Они В своей Среде Чувствуют Себя Замечательно Благодаря Собственной Физике То Тому Же Шведу Их Среда Уже Убийственна В прямом Смысле Так что Пигментация Не носит Под Собой Никакой Определенной Формулы Арийства Это Лишь Разработка Нацистов Возвеличить Себя От Остальных Арий Не Могли Быть Белокурами В силу Той Причины Что Они Зародились На Нижних Широтах Они Могли Быть Рыжими Шатенами Брюнетами Но Никак Не Исключительно Белокурами И Голубоглазыми Также Важно Не путать Индоевропейское Происхождение Народов С Европеоидной Расой Тоже Два Разных Понятия Раса Это Порода По-английски Порода Рейс А порода Подразумевает Микс Состоящих Из Подрас Или Субрас Как вам Угодно Если Говорить Конкретно Об Армянах То Армяне Это Представители Армяноидной Субрасы Большой Европеоидной Расы Армяноидами Являлись Практически Все Жители Малой Азии Исчезнувшей С исторической Арены А также Современные Народы Сирии Ливана Северного Ирака И Южной Грузии Если Обратить Внимание На Ареал Распространения Армяноидов То мы Придем К историку Географическому Выводу Что Армяноиды Независимо От этногенеза И языковых Особенностей Проживают На Таком Обширном Пространстве Некогда Армянского Расселения И армянской Империи Армянского Государства И Индоевропейцы Армяне Повлияли На Армяноидность Соседних Инородцев Как мы Видим Кавкасионы Кавказа Не Армяноидного Типа Смешение С Кавкасионами Почти Что Не Происходило Этим же Можно Объяснить И Модные Нынче Гаплогруппы Спешу Сообщить Что Это Генетика Историческая Наука Довольно Молода И Нередки В ней Ошибки Поэтому Доверяться Ей Полностью Пока Не Следует Этногенезу Армян Она Не Касается Ибо Подтверждает Большой Процент Индоевропейскости Армян Но Нередки Случаи Когда Доходят До Абсурда Например В Кыргызах Нашли Большое Скопление Арийского Гена Откуда Он Взялся В Кыргызах Можно Только Предполагать Видимо Анализы Проходили Топорно И В областях Оша И Юга Кыргызстана Где Большой Процент Таджикского Индоевропейского Населения Только Так Можно Объяснить Все Остальные Доводы Обречены На Провал В Завершении Нашего Краткого Экскурса Поговорим О Костюмах Армянские Костюмы Всегда Отличались Замысловатыми Узорами Фигурками Солнцеворота Сохранившимися Со времен Язычества Шкурами И мехами Подсказывающими На Развитое Охотохозяйство Армян Из Обширности Территории Ареала Проживания Армян От Армянского Тавра Это Северо-Восточное Средиземноморье До Берегов Аракса И Куры Костюмы Конечно же Отличались Но Орнаменты И стиль Оставались Почти Неизменными Никогда Армяне Не имели Кругообразных Попах И костюмов Наподобие Черкесок Тем более С газырями Носить-то Могли К примеру Армяне Тифлиса Или Черкесогаи Но Говорить О том Что Черкеско Национальный Армянский Костюм Абсурд И не потому Что Черкеско Не армянка Но Она Еще И не Совсем Черкеско Этот Костюм Распространился Среди Кавказских Народов Как и Сама Попаха С приходом В регион Тюрок В частности Хазар Иначе говоря Родоначальниками Костюмов Черкесок Являются Современные Карачаевцы Балкарцы А Усовершенствовали Позже Костюм Вшивая Газыри Для Пороха Уже Кавказские Народы Адыги Картвелы Вайнахи Именно Совместными Усилиями Этих Народов И возникла Современная Черкеска В том Виде В каком Вы ее Видите И Как вы Понимаете Она только Наполовину Адыгская И уж тем более Вовсе Не армянская И головные Уборы Армян Отличаются От папахи Само слово Папах Тюркского Происхождения Армянские Головные Уборы Отличаются Легкими Головными Уборами В летнее Время И Конусообразные Овчины В зимнее Время Популярность Черкесок И попах Особенно Распространилась После Начала 18 Века И Закрепилась Уже После Русско-Кавказских Войн В 19 Веке Костюмы Стали Носить Славяне Кавказа Казаки И Те же Армяне Жившие В Грузии На Адыгских Или Войнахских Территориях Но От Их Ношения Черкесски Не стали Армянскими Или Русскими Это был Краткий Экскурс О том Почему Армяне Не Кавказцы Но Являются Автохтонами Своих Земель Не Относящимися Кстати Говоря Кавказу Рассмотрели Многие Важные Вопросы Оспариваемые В соцсетях Подошли К проблеме С разных Сторон И Главное Я старался Объяснить Просто И Ненаучным Языком Ибо Я Отдаю себе Отчет В том Что Нас Смотрят Не Академики И Люди Довольно-таки Далеки От науки Есть Конечно И Те Которые Приближены К науке Вот Так Получилось Как Получилось Об остальном Судить Вам Спасибо Спасибо